Нет. А знаете, для чего человек рождается на Земле? Ну, если разрешите, вернусь к прежнему вопросу, к предыдущему. Давайте. Ну, в плане души. Я бы на самом деле хотел для себя понять и узнать совершенно точно, что такое душа. Есть ли она вообще у человека? А вы когда-нибудь молились Богу? Молиться. А ответ получали? Нет. Молитва – это разговор с Богом. А если ответа нет, вы должны найти причину, почему так. А что можно считать ответом? А Господь на сердце положит и отправит к Святой Библии. Бог говорит. Эта книга называется «Священное Писание. Слово Божие», нечеловеческое. И там вы найдете ответ на все свои вопросы. Абсолютно. Притом такие ответы даст Господь, что вы на прежнюю жизнь будете смотреть, как на чужую. А вы священнослужитель? В духовном плане – да. Мы проповедуем Слово Божие. А оно это как вам? Православные христиане, любящие Бога и Святую Православную Церковь. А с какого города? Город Барнаул, Алтайский край. Барнаул. Помню. Мы вот строим с нуля православную деревню. Поселиться может тот с нуля, кто докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Понятно. Но это интересно на самом деле. Да, интересно. Если вы зайдете на наш YouTube, а запишите, я вам скажу, как называется. Да, давайте. На наш канал. Он называется «Открытым оком». Око, глаз. «Открытым оком». Во свете Библии. Добавьте. Ага, все, видел. Игнатий Лапкин, это я. Вижу, вижу. У нас 16 тысяч 800 роликов. 16 тысяч роликов? Да, и 800. Мы проповедники. Вот у меня, по милости Божией, вышло из печати 38 томов книг. Я их решил подарить библиотеке мира. И мы доехали до Владивостока, порта находки, а потом до Лиссабона, Португалия. Прошли Скандинавию и Прибалтику. И 650 городов, районных центров посетили. И, по милости Божией, удалось подарить на 35 миллионов рублей библиотеке мира, где дается ответ на все вопросы, какие люди задают. Я много преподавал в университетах, школах, милиции. Занятия вел в прокуратурах везде. И меня сажали, и там все это отображено. И вы можете зайти на наш сайт. Сайт называется. Не YouTube, а сайт. Во свете Библии. Позарядите такой. Во свете Библии сайт. Я найду, я запомню. И там я отвечаю на 4124 вопроса студентам. Они разбиты на 55 папок. И вы там найдете ответ. И тогда выйдите на меня по скайпу, Игнатий Лапкин. И мы побеседуем. А вопросом можно задать? Как? Вопрос можно задать? Пожалуйста. Я для того и нахожусь здесь, чтобы отвечать на вопросы. Понятно. То есть вы все-таки рекламой занимаетесь? Нет, не рекламой. Мы люди приводим ко Христу, чтобы люди познали Бога. Я 4 месяца отсутствовал в городе, в деревне, в которой строим. Подождите, а Христу вы выводите через сайты, через Ютуб? Куда? Вот знаете, что я понял за последнее время? Я когда маленьким был, я верил. Всем сердцем верил. А сейчас, когда я вижу, во что превратилась наша религия, это просто... Это бизнес. Там ничего святого абсолютно нет. Так я же вам о религии не говорю. Я говорю о Христе, который умер за нас. Где вы нашли неправду во Христе? Когда Саевский говорит, если бы кто доказал, что Христос и истина несовместимы, лучше предпочел бы остаться со Христом, чем с истиной. А Христос возродился как? То есть воскрес? Душой или телом? Телом. Телом. Он говорит, посмотрите, руки мои ноги, руки пронзенные. Посмотрите, какие язвы нанесенные. Тело пока... А вы можете тогда ответить, почему другие люди не могут к жизни вернуться? И для чего он тогда воскрес? Для того, чтобы опять умереть? Нет, он бессмертный. Он никогда не умирает. На 40-й день, праздник после Пасхи, Вознесение, он вознесся на небо. И через 10 дней сошел Дух Святой, Третье лицо Троицы. Если вы зайдете на наш сайт, там книги мои. Одна книга называется, прямо на первой странице, для слова Божия нет уз. Моя биография. Вы прочтете, как я искал Бога и как нашел. Как меня Бог нашел. Говорят, какая-то беда была. Какая беда, я работаю моряком. Служил в морфлоте. У меня сила, деньги, все есть. А пустота. А вы на Балайме были? Нет, не было. Зачем туда мне ехать? Как на это съездить? Зачем мне это пустое время делать для себя обозой? Бог, это центр Божий, дорогой морф. Нет, это Божий центр нет. Вам на Балайме. Вам расскажут, что такое Бог, кто это, кто такой Божий. Вы считаете Библию? Библию считаете? Библию считаете? Это бизнес. Вы Библию считали? Библию считаете бизнес. Вам на жизнь сколько хватает денег? На жизнь? Да. Я на свою пенсию по потере кормильца живу. И какая у вас пенсия? Семь с половиной тысяч. А где вы живете? В Саратове. А такой пенсии разве есть такая пенсия? Минимальная восемь тысяч. А представьте себе, я получаю семь пятьсот, я живу один. Я выживаю. У меня пенсия минимальная. В восемь тысяч, там, сто сорок один рубль, тридцать три копейки. Ну, вот видите, я столько не получаю. И мы стараемся найти нуждающихся. Не просто так. Нуждающихся в чем? В помощи. В реально. Я вам сейчас только сказал, что мы сделали. Библиотека мира подарили книги на такую огромную сумму, тридцать пять миллионов. Это Бог делает. А у меня ничего нету. А, и опять тема Бога у вас приводит к словам деньги. Видите как? Увы, бизнес и кто-то. А мы наоборот отдаем. Вы даже слова такого не знаете. Мы все отдаем для Бога. И мне это радостно. Хорошо. Я тоже за вас рад, что... Вы там найдете все, что хотите узнать и скажете, я нашел. Благодарю Бога. Я не согласен с вами. Ничего нет. Вы еще не касались, не смотрели, даете ответ. А кто ответ дает, не выслушав, тот глупо говорит Библию. А вы что-то говорите или за вас все Библия говорит? Да, за меня говорит Библия. Я 57 лет иду этим путем. Бескомпромиссно. Иду на работе, в тюрьмах, в лагере, где Господь меня провел за слово Божие. И я остался живой, где люди на моих глазах умирали и убивали их. Сколько преступников стало на истинный путь? Преступников? Сколько сектантам стали православными? Начальников? Офицер КГБ стал священником. А можно я вам скажу так, что для... лично для меня религия моя, христианство, правильно же? Вы же христианин. Да, христианин. Я не религию говорю второй раз. Вы, наверное, слышали. Мы проповедуем Христа распятого и воскресшего. А не религия. Что такое религия? Религиус – это благочестие с греческого. Только и всего. Человек может верить во что угодно и думать, что правильно. Истина открытого Христе. Евангелие Теяна 14,6. Христос говорит, что я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. То есть, хорошо, я вас понял. Тогда скажу по-другому. Мое христианство – это не Иисус. Это то, что у меня внутри. Вот тут вот. И ведет меня не Иисус, а то, что у меня внутри. И люди ко мне относятся отлично. Библия говорит. У меня есть дом. У меня есть дом. У меня есть семья. Библия говорит. Иисус, подождите, вы слишком много говорите. А вам это много? Что? Вам это много, что я сказал? Нет, вы просто не даете слово другим людям. Да я уже на ваши слова отвечаю. Это можете дальше не продолжать. Я вам отвечаю сразу, чтобы больше вы услышали. Потому что я работаю со студентами, с заключенными. Начальник детского лагеря, 45 лет, который лагерь создал, тысячи детей подняли без помощи государства. Мне есть, что сказать. Мне есть, что сказать. Поэтому вам очень полезно это услышать. А это вот я такой был там, стонал. Вам это не надо. Жизнь кончается. А вы дня для Бога еще не жили. Вы начнете жить для Бога. И вы посмотрите на себя. Что я делал? Как я жил? Я буду жить вот в этом во всем, в чем вы сейчас живете. Да вы же не знаете как. В вашей жизни я жил 23 года. А вы моей жизни ни одной минуты. Как вы можете судить? Еще раз суждение правильно. А у вас есть дети? Семья? Давай, семья, дети, есть, все есть. Что дальше-то? Вам это зачем нужно? Вы пришли к врачу. А вы в память сейчас находите? Или вы семью тоже для Бога заводите? Одну минуту. Подождите. Что-то пришли ко мне тут. Вот я в деревне был. Четыре месяца. И по скайпу нельзя разговаривать. Там такой обман по интернету идет. Деньги только перешлешь. Как будто не было где-то. И все. Люди просятся на разговор. Я сказал, 10 октября. Я возвращаюсь в Барнаул. И сегодня я вернулся. И сегодня сейчас начинаются ответы. Вы верующих не знаете этой жизни. Вот я по интернету беседовал. Сколько людей обратились к Богу. Преступники встали на истинный путь. И нынче у нас в озере было крещение. Из Германии, из Ливии приехали. А вы судите. И вы в глаза не видали. А вы когда-то зайдете на наш интернет, зарядите крещение. Или поселок Потеряевка. Проповедь. Любое там. Плейлист. Вы так говорите, как будто люди живут для Бога только в вашем Барнауле. Нет. Вы не видели, как у нас в Саратове люди. В Барнауле. Те, которые во Христе. У нас храмов много. И что? Люди выходят, еще не знают, как столбушки простояли. На церковно-славянском языке. А вы знаете, что будет после вашей смерти? Что вот произойдет? Для чего вы проживете эту жизнь? Умрете и что случится? Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Филиппийсам 1, 23. Господь говорит, я приду и возьму. Я уготовал обители вам вечные. И мы каждый день с Богом молимся. У нас подъем всегда в 4,40. Вы этой жизни-то не знаете ни одной минуты. Понимаете? Я вот... Бедут меня... Вы попадете не к Богу, а в землю под крест. Это тело. Тело, тело. И душа там же больше остается. Душа идет к Богу, так как Эклисиас, говорит, премудрый. Писал еще Лермонтов, есть Божий суд на перстике разврата. Есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону злато. И мысли, и дела он знает наперед. Круто. Круто. Я вас услышал, понял. Вот вы если зайдете... К счастливой жизни, эта жизнь вас не приведет. Если зайдете на наш сайт, вы увидите государственные фильмы, снятые о нас. Один фильм документальный, «Причустья» занял первое место на международном киноконкурсе. Второе. Златоуст из Потеряевки о моей биографии занял первое место в России. А вы говорите, нас называют искорка возрождающейся России. Услышала директор Кэстонского института из Лондона и прилетела к нам. Что понимать по церковью? Ну, я не знаю, что понимать по церковью. Вы имеете в виду в храме работать или как? Да, да, в храме. Нет, я простой рабочий. А мне сколько лет? Вы знаете? Я думаю, где-нибудь примерно 70-75. 81. Серьезно? А вы зайдите на наш YouTube-канал и вы увидите, насколько это серьезно. У нас 16800 роликов. Мы строим православную деревню. Православную деревню с нуля. Поселиться можно. Кто докажет, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. А как ваша деревня называется? Потеряевка, Алтайский край. Понятно. А вы зарядите и найдете сразу. Алтайский край Потеряевка. А у вас же, как бы, вроде, мне кажется, запрещено все эти изыски интернет, телевидение, нет? Кто, у кого запрещено, то так. Если у нас 16 тысяч роликов и 800, запрещено или нет? Ни у кого в интернете нет такого богатого YouTube. А возьмите сайт наш. Ему равных в мире нет. Зайдите. Открытым оком называется. Во свете Библии. Я понимаю. Как вы пользуетесь этими всеми доступами, если вы все-таки верующий человек? А вот как? По милости Божией. Мне много пришлось преподавать в университетах, вести занятия в воинских частях, в милиции. И у меня из-под руки, из-под печати, вышло 38 томов книг по 752 страницы. И Бог положил на все... Вы говорите на название книги и кто... Да, открытым оком. Игнатий Лапкин. Это я. Игнатий Лапкин? Да, Игнатий Лапкин. Мне пришлось проехать из Барнаула до Владивостока, а потом до Лиссабона. Пройти Прибалтику и Скандинавию. 650 городов и сел. У вас послушников. Так, что нужно? У вас сколько послушников? Сколько послушников? Вот вы, если уверуете, вы будете послушником. Нет, а помимо меня... Ну, как знать? Один Бог знает. В интернете. Кто говорит тысячи, а кто больше? Нет, так вы как бы не в курсе, что ли, сколько у вас послушников? Нет, не знаю. Каждый день сообщают люди новые, приходят. То есть вы рекламодатель, да, в данный момент? Нет. Я христианин. Исповедую Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Нет, извините, вы сейчас в данный момент рекламодатель. Потому что вы сейчас рекламируете свою религию. Нет, религия, я даже не произносил слова. Я Христе говорю о его распятии за наши грехи. Что он придет судить этот мир. Я о Христе говорю, а не о религии. Но вы в данный момент почему-то мне рекламируете вашу религию. Нет. А вы не думаете о том, что я могу исповедовать Ислам? Третий раз я вам говорю. Мы говорим о Христе воскресшем, о радостной вести, что он умер за наши грехи. Вы не думаете о том, что я исповедую Ислам? Вы не пейте и не материтесь больше. Только чисто, чтобы разговаривать. Мы не думаем это не произвем. Хорошо. Мы строим православную деревню. Я показал, где не матерятся. Про вашу деревню. Я вас просил конкретно. Вы не думаете о том, что я исповедую Ислам? Да нет. Есть священники, есть храм. Вы сходите, исповедуйтесь. Бороду не бреете. Вы же не женщина. Я понял. Я понял все. Что вы поняли? С вами, знаете, как говорится, как просить, говорится, с вами дело иметь, каши не... Или как, подожди. С вами каши не свалишь. Вот, все правильно. Знаете, пока человек не покается перед Христом, не примет его в свое сердце, как спасителем, у него все блуждающее в мыслях. Цели-то нет, цели нет. Он не знает, для чего живет. Для чего? А одно только... Ваша реклама не для меня. Это не реклама. Вы Евангелие возьмите, купите в храме, Библию. Это не реклама.